Дорогой Дима! Поскольку западная часть навсегда враждебна. Это цитаты из взломанной хакерами переписки главного пропагандиста России Дмитрия Киселева. Так его консультант, академик Раен Валентина Федотова, советовала вести линию новостей еще в марте 13-го. Более чем за полгода до первого митинга студентов на Евромайдане. А во время революции достоинства кремлевская машина пропаганды угрожала уже в открытую. Когда все свершится, отдых на море будет для нынешних украинских революционеров лишь за рубежом. Авиарейский в Симферополь станет международным. Автотрасса на Одессу упрется в пограничный столб. Это делалось не год, не два. Было искусственное разделение, скажем, населения Крыма-Донбасса с населением западных областей. То есть искусственное разделение Украины на западный восток. Весной 2014-го Россия приступила к воплощению кровожадного плана в жизнь. Начали с Крыма. И это далось несложно. Ведь военные базы федерации дислоцировались там давно. Незаконный референдум провели под дулами так называемых «зеленых человечков» и взялись за остальные регионы Юго-Востока. Российские СМИ, лидеры общественных мнений, делали все для дискредитации Майдана, для дискредитации новых украинских властей, для дискредитации СМИ, вооруженных сил и прочего. Москва подогревала ситуацию всеми силами. 1 марта происходит первый захват Донецкой облгосадминистрации. Российские СМИ представляли это как действие местных жителей. На самом деле руководила процессом агентура Кремля. Большинство митингующих не жители Донецка, а приезжие из России. Они скандировали «Донецк – русский город» и путали фамилию донецкого губернатора, требуя его отставки. Из заявления пресс-службы Донецкой ОГА 1 марта 2014 года. В тот же день люди с георгиевскими лентами штурмом взяли издание облгосадминистрации Харькова, где пребывали активисты Евромайдана. Украинский флаг сменил на русский вот этот человек. Нами освобождена Харьковская администрация. На ней поднят флаг России. И черным по белому место проживания – город Москва. Похожие митинги с подобными персонажами прошли также в других городах – Луганске, Одессе, Николаеве, Херсоне. В апреле 2014 года при пересечении границы в Луганской области на пункте пропуска Красная Толовка был задержан гражданин Российской Федерации, военнослужащий ГРУ Вооруженных сил РФ. При нем нашли методичные материалы, каким образом организовывать людей, о чем им рассказывать, как устраивать антигосударственные кампании. По данным СБУ, весной 2014-го российские шпионы и диверсанты буквально переполняли Украину. За один лишь март их задержали больше, чем за всю историю независимости страны. Границу пересекали группами по два человека. В отряды формировались уже на месте. Их задача – настроить местных жителей против Киева. Фактически каждый день служба безопасности Украины задерживала, если не кадровых сотрудников российской разведки, то лиц которых они использовали для выполнения террористических или диверсионных актов. Зачастую они приезжали не с пустыми руками. Была спецоперация в Бердянском районе Запорожской области, когда сотрудники СБУ обнаружили 73 ящика с вооружением. Они были доставлены туда морским путем из оккупированного Севастополя. Тогда было изъято более 80 автоматов Калашникова, 5 пулеметов РПК, 3 пулемета ПКМ, 24 гранатомета, 918 гранат и 20 тысяч патронов. Благодаря украинским силовым структурам, очередям добровольцев и активистов, глобальный российский план по отделению украинского Юго-Востока провалился. Но Донецк и Луганск спасти не удалось. Россия развернула на Донбассе военную операцию. Любовь Задорожная, Игорь Каркадым, Александр Копыловский, UATV.